Именно в колледжах и техникумах можно овладеть совершенно разными профессиями. Например, медицинской сестры, стоматолога, парикмахера и даже машиниста поезда. И спрос на такие специальности будет всегда. И сегодня впервые все студенты таких образовательных учреждений отмечают свой профессиональный праздник. Арине нет 20 лет, но в свои годы она уже работает парикмахером и создает стильные образы. Найти свое ремесло девушка смогла в колледже. Там и образование дали, и профессию помогли освоить. Сегодня она дает мастер-класс. Прически, стрижки, укладки новые, окрашивания. Максимально интересно, насколько это просто возможно было нам разъяснить в более подробной и ясной форме. Нам это донесли прекрасно. А вот ее сокурсники с других факультетов осваивают не менее интересное и полезное ремесло – сыроделие. Нам они продемонстрировали приготовление сырных лакомств. Сегодня мы жарим сырные шарики. На основе нашего сыра – это сыр сулугуни и сыр голландский. Мы смешали эти чудесные воздушные шарики. Мы сейчас жарим. Сейчас вот. А вот и жидко. Вкусно? Вкусно? Мастер-классы ребята со всех колледжей Барнаула устроили в честь своего праздника – Дня профессионального среднего образования. Такую дату они отмечают впервые. Ведь именно в этом году по указу президента Министерство образования подписало документ о том, что 2 октября объявлено Днем СПО. Сегодня такой конкурс везде профессиональные образовательные учреждения, что мы понимаем, ребят тоже есть выбор. Они понимают, как можно быстро получить профессиональные навыки и становиться успешным в своей жизни. Профессиональные навыки оттачивали и студенты стоматологических факультетов. Они поделились техникой создания слепка зубной челюсти. Работать им помогал и ассистент Валерка. Мы делаем всякие разные протезы, коронки, мосты. А Валерки делаете? Валерки надо сделать, да. А то у него все плохо. Повело немножко. Валера, тебе хорошо? Он необщительный у нас. А это студенты железнодорожного колледжа. Ребята только со школы, но в скором времени уже будут управлять сложной техникой. Одиннадцатый класс мало что дает. Я вот решил после девятого уйти сразу сюда. У меня в детстве, нет, не пожалел. В детстве была мечта на железную дорогу перейти. Я вот пришел. Бал позволил. Мозги есть. Почему бы не учиться? Действительно, почему бы не учиться? Ведь образовательных учреждений среднего звена в крайне меньше, чем вузов. А профессии там можно получить практичные и востребованные в любое время. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.